итак в миску выливаю около 150 грамм мягкого растопленного сливочного масла добавляю туда две с половиной три столовые ложки сахара можно добавлять или сахар или сахарную пудру по желанию пол столовой пол чайной ложки добавляю соли и хорошенько все размешиваю чтобы смешались все ингредиенты до однородной массы затем туда же добавляю одно яйцо и две три столовые ложки оливкового масла или подсолнечного лучше чтобы она была без запах хорошенько все перемешиваю до однородной массы после этого массу добавляю какао-порошок сегодня я добавила около 80 грамм просеиваю всегда какао через ситечка чтобы она была нежная мягкое тесто потом получалось хорошенько все перемешиваю снова до однородной массы и начинаю потихоньку добавлять муку у меня ушло около 300 грамм в муку перед этим добавляю пол пакетика разрыхлителя перемешиваю муку с разрыхлителями уже затем эту массу добавляю в миску добавляем муку потихоньку вымешивая тесто периодически смотрите если вам не хватает муки добавляйте если тесто уже становится эластичным густым значит муки достаточно можно вымешивать или силиконовой лопаткой или руками я вымешивала сначала лопаткой потом когда тесто стало более упругим эластичным начала вымешивать уже руками это же удобнее тесто абсолютно не липнет к рукам она мягкая эластичная хорошо вымешивается вымешивала его около пяти минут периодически можно добавлять муку если чувствуете что ее не хватает в тесте вот такое тесто у меня получается я вам показываю рассыпчатая мягкая поэтому печеньки будут очень вкусные будут рассыпаться и таять во рту после того как вы вымешали тесто я перекладываю его на досточку делаю из него такой шарик смотрите какое тесто красивое получается абсолютно не липнет к рукам тесто заворачиваю полностью в пищевую пленку и отправляю в холодильник на минут 20-30 чтобы она хорошенечко застыла после того как тесто приняла какую-то форму в холодильнике достаю его потихонечку отщипываю от теста небольшие кусочки и формирую из них шишки ну вот такое что-то наподобие шишек у меня получается такое печенье кстати делаю впервые но она получилась на все сто процентов поэтому возьму его на заметку и она скорее всего станет традиционным в нашей семье особенно она вкусная к чаю и к нему кстати можно еще потом уже добавить шоколад или арахисовую пасту варенье мед абсолютно по вкусу все это отлично сочетается с таким шоколадным печеньем поэтому она к такой классической подойдет к любому добавлению к любому десерту сладком в общем из этого теста у меня получилось около 12 шишек пока я их формирую духовку я уже включила на 180 градусов чтобы она нагрелась выпекать печенье буду около 15-20 минут у меня выпекалась минут 20 тоже смотрите по вашей духовке делайте шишки на свое усмотрение можно побольше размером можно поменьше кому как нравится я делала вот такие средние шишки у меня получилось 12 штук как раз на мой противень они поместились она на обычную пергаментную бумагу их выложила не мазала бумагу никаким маслом ничем так как в самом тесте есть подсолнечное масло печенье не пригорело и испеклось поднялось то есть никаких проблем с этим не было когда вы уже сформировали шишки ножом делаю вот такие надрезы по диагонали сначала с одной стороны потом с другой и у меня знаете получается такая диагональная клеточка настоящая шишка вы видите я вам показываю и так каждую шишку я украсила скажем так такими вот надрезами кстати пока делала шишки чувствовался очень приятный запах теста вкусный запах такого какао шоколада в общем настоящий рождественский запах поэтому всем советую еще осталось мало времени до нового года можете успеть сделать себе вот такие печенюшки в чаю они идеально подойдут к новому году обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт в общем-то где-то Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»